Природа непредсказуема. Вот и летом может быть жарко, а через час-два холодно. То дождь, то ясное небо над головой. Все эти резкие изменения влияют на состояние здоровья человека, особенно на тех, кто страдает сосудистыми или сердечными заболеваниями. Что нам советуют врачи? Ну, в связи с наступившей жарой участились случаи подъема артериального давления у лиц, страдающих артериальной гипертензией, а также обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы, как врачи и терапевты, рекомендуем людям, страдающим артериальной гипертензией, страдающим стенокардией, шимической болезнью сердца, регулярно принимать гипотензивные препараты, сердечные препараты. То есть не тогда, когда давление подскочило уже 200 за 200, а именно с профилактической целью. Кроме того, мы рекомендуем соблюдать режим труда и отдыха. У нас очень много любителей садово-огородных работ, поэтому мы рекомендуем им работать именно в утренние и вечерние часы, а в часы солнцестояния, то есть час пик с 12 до 5 часов, лучше всего находиться в тенечке. Пожилым людям особенно обязательно носить головные уборы, то есть панамы, шляпы, косынки. Это, в общем-то, является тоже профилактическим мероприятием. Также немаловажно имеет значение соблюдение водного режима. То есть люди, которые страдают повышенным потоотделением, должны достаточно употреблять жидкости. Люди же, которые склонны к отёкам, жидкость должны ограничивать. Если вы почувствовали себя плохо, если у вас что-то заболело сердце, если у вас какое-то время, несколько дней держится давление, и вы никак не можете его сбить, мы рекомендуем вам всё-таки не заниматься самолечением, а прийти в поликлинику, обратиться к своему лечащему врачу, и врач назначит вам лечение. Ну и, конечно, в летний период, так же, как и в зимний, и в любой другой, мы желаем вам здоровья. Не забывайте, что наше здоровье в наших руках, и мы должны особенно внимательно относиться к своему здоровью. Субтитры создавал DimaTorzok